Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы планируется рассмотреть 28 вопросов. Четыре из них резервных, это как раз инициатива оппозиционных партий, до них дело как обычно не доходит. Естественно, ведущими сегодня будут вопросы утверждения исполнения бюджетов трех небюджетных фондов, два из которых будут объединены в рамках принятых в последнее время законодательных инициатив. Вчера наша фракция не стала поддерживать это объединение, поскольку оно не решает большинство вопросов, которые были, собственно, и заявлены в качестве инициатив для объединения. Сокращения штата не будет и не предполагается. Появилось большое количество разных льгот, которые, к сожалению, не видели ранее, потому что они были спрятаны среди строк на содержание обоих фондов, и ими пользовался очень узкий круг лиц. Речь идет о предоставлении жилья, речь идет о предоставлении дополнительной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения. Вот, оказывается, все эти льготы были в участии руководящего состава фонда социального страхования и пенсионного фонда. Вчера они всплыли, и мы, естественно, будем разбираться дальше, анализировать сегодня в ходе, в том числе, пленарного заседания. О фонде пенсионном подробнее расскажут мои коллеги, точно так же, как и о фонде социального страхования. Я хочу сказать о фонде обязательного медицинского страхования. Этот фонд сегодня практически на две трети обеспечивает государственное финансирование российского здравоохранения. Естественно, он недостаточно, мы об этом говорим неоднократно, и даже в рамках пандемии, к сожалению, тех средств, которые были выделены, крайне недостаточно на обеспечение нормальной его уровня медицинской помощи. Я напомню, что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для того, чтобы уровень здравоохранения более-менее соответствовал современному уровню, надо тратить не менее 7% ВВП. Российская Федерация, несмотря на ковид, тратит сегодня не более 4%, причем финансирование это снижается с каждым годом. Еще раз повторю, что львиной долей этого финансирования является финансирование из фонда обязательного медицинского страхования. Второй момент. Я напомню, что по итогам прошлого года федеральные учреждения здравоохранения, подчиненные правительству РФ, Министерству здравоохранения РФ, выведены из-под контроля страховых компаний, и, соответственно, финансирование их осуществлялось по особому механизму. После проверки счетной палаты выявлено огромное количество нарушений, связанных с предоставлением помощи одному и тому же, застрахованному одновременно в двух лечебных учреждениях, с пересечением, с нарушением сроков, с неоднократной госпитализацией. Естественно, это должно быть устранено в этом году. Соответствующие замечания мы предоставили, и об этом же сегодня будем говорить и рассказывать в рамках утверждения законов об исполнении фонда за 2021 год. Сегодня же будет рассмотрен закон о ветеранах, точнее, внесение изменений в закон о ветеранах, широко рекламируемый о предоставлении льгот. К сожалению, только часть льгот и очень незначительных для гражданских лиц, которые сегодня участвуют в ходе исполнения своего долга в рамках специальной военной операции, но, по нашему мнению, эти льготы недостаточны, и никак не могут приравнять их к ветеранам боевых действий. То же самое об этом скажем в ходе обсуждения. Я дам оценку по положению российских пенсионеров в целом, хотя эти решения зависят не только от Пенсионного фонда, но прежде всего от политики правительства Российской Федерации. Начну с того, что в свое время Алексей Ильич Кудрин в Государственной Думе заявил, что у нас нет бедных пенсионеров. Я думаю, пенсионеры бы очень удивились. Алексей Ильич исходил из того, что все пенсионеры получают пенсию на уровне прожиточного минимума пенсионера. Правда, забыл добавить, что вообще-то в России прожиточный минимум является непрожиточным, а для пенсионеров он ниже, то есть он является непрожиточным вдвойне. На всякий случай напомню, что сейчас порядка 15 тысяч у нас установлен этот размер, но по данным Федерации недависимых профсоюзов России, минимальный потребительский бюджет должен составлять около 42 тысяч рублей в месяц. Теперь о том, как индексировались пенсии в последнее время. Мы, конечно, поддерживаем решение о так называемой доиндексации пенсии за 2021 год. Но хочу напомнить, официальная инфляция была 8,4, соответственно, пенсии были проиндексированы на 8,6, вроде бы замечательно, выше инфляции. Но даже по данным Росстата официальным, продуктовая инфляция в России, а пенсионеры на что в основном деньги тратят? На продукты и еще на коммуналку. Так вот, продуктовая инфляция превысила 10,6%. По данным независимых экспертов, некоторые насчитывают до 22% продуктовую инфляцию за прошлый год, поэтому реально пенсионеры в 2022 году после доиндексации оказались беднее, чем были в 2021. Мы, естественно, приветствуем решение произвести доиндексацию пенсий в 2022 году на 10%. Все было бы замечательно, но по данным того же Центрального банка, ожидаемая инфляция в России в этом году сначала называли цифру 23%, теперь называют цифру 17%, в любом случае это значительно больше 10%. То есть экономия государства на пенсионерах продолжается. Но это еще не все, уважаемые коллеги. Я напомню, что в Российской Федерации происходит повышение пенсионного возраста, несмотря на наше отчаянное сопротивление. В свое время мы внесли закон о неповышении пенсионного возраста раньше, чем правительство о повышении. Мы пытались провести референдум, но техническая ситуация была заблокирована. Мы убеждены, что повышение пенсионного возраста отчасти объясняет то, что мы не засчитались за прошедший год. Миллиона человеческих жизней, да, в основном это пандемия, но и повышение пенсионного возраста тоже. 43% всех мужчин в России не доживали до 65 лет, сейчас будет не доживать еще больше. Продолжая тему, которую поднял Олег Николаевич Смолин, на сегодняшнем пленарном заседании от имени фракции подниму вопрос о необходимости индексации пенсии работающим пенсионерам. Только за прошлый год число работающих пенсионеров сократилось на 380 тысяч человек. Но, на мой взгляд, это не все пенсионеры, говорится, стали не работающими, а большинство этой части просто перешло на серые схемы или временно уволилось, чтобы получить необходимую индексацию и затем трудоустроился. Причем потери бюджета от этой операции, в первую очередь недоплаты НДФЛ, на мой взгляд, значительно выше, чем та экономия, которая за счет отказа от индексации работающим пенсионерам. Поэтому, на мой взгляд, необходимо вернуть, восстановить социальную справедливость и вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Тем более, резерв для этого есть. Только за прошлый год официально число получателей пенсии, всех получателей пенсии по стране сократилось на 1 миллион 40 тысяч пенсионеров. Поэтому средства, которые необходимы на индексацию, есть. На комитете мы этот вопрос уже рассматривали, в принципе, на комитете по социальной политике и делам ветеранов. В принципе, и позиция фракции, представителей фракции Единой России к этому тоже склоняется. Почему правительство продолжает давать отрицательные заключения на представленный законопроект, который готовили мои коллеги. Поэтому тема очень важна, и мы сегодня на заседании этот вопрос обязательно поднимем. Я в дополнение к своим коллегам скажу, что правительство определило еще две категории, наверное, населения, которые позволяют ей значительно экономить. Кроме как на пенсионерах, еще экономят на женщинах, особенно беременных женщинах, на детях-инвалидах и детях-сиротах. Особенно фонд социального страхования, наверное, в кои-то годы имеет профицитный бюджет, как и в целом бюджет Российской Федерации. Вы, наверное, сильно удивитесь, потому что профицит бюджета фонда социального страхования составил 111 миллиардов рублей. И, как ни странно, это объясняется пандемией. Оказывается, в пандемии не надо было платить врачам, не надо было платить медсестрам, не надо было платить беременным женщинам, не надо было оплачивать санаторно-курортное лечение и средства технической реабилитации инвалидов. Поэтому, учитывая то, что работодатель выплатил 101% со страхованных взносов, учитывая то, что из федерального бюджета получено 500 миллиардов рублей, 111 миллиардов вполне можно было бы направить даже на индексацию пособий. Индексация составила только 5,4%. Если сходить в магазин и посмотреть, какова инфляция, то очевидно, что эти цифры, мягко говоря, между собой никак не корреспондируются. Что касается санаторно-курортного лечения, этим как раз занимается фонд социального страхования. Я скажу вам, что у нас взрослые и пожилые люди, которые имеют право на санаторно-курортное лечение, получают такую путевку 1 раз в 4 года. То есть, если тебе 75 или 78 лет, то ты можешь эту путевку уже больше никогда и не получить. Не удивляйтесь, но ребенок имеет право на получение путевки, тоже ребенок-инвалид, всего 1 раз в 3 года. Вот тебе и реабилитация. Поэтому вполне можно бы направить эти 111 миллиардов рублей, которые перейдут на следующий год в общий уже слитый фонд, можно было бы направить, конечно, на организацию оздоровления детей-инвалидов, на организацию наших пожилых людей, чего, собственно, сделано не было. Но учитывая то, что у нас на 0,7% сократилась рождаемость, то, естественно, сэкономили и на том, что не надо платить женщинам по беременности, выплачивать страховые взносы. Зато правительство подсуетилось и внесло законопроект, по которому сейчас предлагается в нарушение прав женщин, которые ухаживают за ребенком в возрасте до полутора лет и получают пособие из фонда социального страхования. Правительство внесло законопроект, по которому наделяет этих женщин право использовать только 50% рабочего времени, а следовательно получать только 50% заработной платы. При этом объяснение весьма странное такое, что женщины должны воспитывать своего ребенка. Но мы-то понимаем, что если пособие детское только 40% минимального прожиточного сейчас, то этих денег недостаточно, чтобы воспитывать своего ребенка. И женщина не от хорошей жизни идет на полный рабочий день. Поэтому мы категорически против того, чтобы принимать этот законопроект. Мы в первом чтении на условиях того, что правительство даст нам возможность оставить 80-90% рабочего времени, его депутаты поддержали. Но поскольку правительство не соглашается с нами, то и мы тоже не можем согласиться с этим предложением правительства. Еще один интересный законопроект, который только что обсуждался в нашем комитете, вот вместе с Алексеем Владимировичем, это законопроект о регистрации детей-сирот для того, чтобы они имели возможность наконец-таки получить жилье. Я приведу такую статистику. Счетная палата дает нам на сегодняшний день очередь на жилье детей-сирот 198 тысяч. При этом общее число детей-сирот, имеющих право на получение жилья, 304 тысячи. Но, довожу до вашего сведения, на 29% увеличилось число детей-сирот, которым уже исполнилось 23 года, а они до сих пор не получили жилье. Поэтому сегодня наш комитет принял решение вынести этот законопроект во втором чтении, невзирая на то, что правительство до сегодняшнего дня не выполнило свои обещания и обязательства, обязательство не дало нам заключение на этот законопроект. Но мы его будем выносить на Совет Думы и на заседание Государственной Думы, для того, чтобы в осеннюю сессию этот законопроект принять. Спасибо.